Белгородский театр «Кукол» вернулся с наградами с третьего международного фестиваля «Одинаковыми быть не обязательно», который проходил в октябре в Чебоксарах. В столицу Чувашии свои постановки привезли коллективы из Белоруссии, Казахстана и России. Наши кукольники показали спектакль «День, когда я встретил ангела». Как принимали наших актеров, расскажет Ксения Гофман. Тематика фестиваля «Одинаковыми быть не обязательно» предполагала особую аудиторию. Большая часть публики – дети с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль, представленный белгородцами, был высоко оценен чувашскими коллегами. «День, когда я встретил ангела» – это рассказ о жизни тяжелобольного мальчика. И когда все вокруг, включая врачей, опускают руки, рядом остается самый близкий человек, который всегда будет в него верить. Это больной ребенок и его взаимоотношения с миром, с мамой. И кто же является для таких детей ангелом? И, как оказалось, таким ангелом-хранителем все-таки является мама. «Это моя мама! Я здесь!» Перед актерами стояла важная задача – показать, что, несмотря на особенности здоровья некоторых детей, они мало чем отличаются от остальных. Такие же добрые и любознательные мечтатели. «Даже если у тебя не поднимаются руки, не двигаются ноги, ты мечтаешь летать. Вот об этом как бы наш спектакль. Поэтому он, видимо, и задел все-таки сердца и души наших зрителей». Белгородские кукольники привезли с фестиваля несколько дипломов, в том числе награду в номинации с говорящим названием «За пронзительную интонацию в раскрытии темы». И это не случайно. День, когда я встретил ангела, просто не может оставить равнодушным. В конце плачут все. «После фестиваля в Чебоксарах наша педагога интересовалась мнением зрителя нашего и спросила у наших детей. Дети, вот после этого спектакля вы придете домой, что вы скажете? Мы скажем большое спасибо маме». Белгородский театр «Кукол» вот уже два года работает в рамках программы «Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями». И на одной постановке останавливаться не собирается. Сейчас вовсю идет подготовка нового спектакля «Щедрое дерево», в котором примут непосредственное участие дети из социально-реабилитационного центра. Ксения Гоффман, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.